44 глава книги пророка Иезекииля И привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращенным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь, ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены. 45. Что до князя, он, как князь, сядет в них, чтобы есть хлеб пред Господом, войдет путем притвора этих ворот и тем же путем выйдет. 46. Потом привел меня путем ворот северных перед лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполняла дом Господа, и пал я на лицо мое. 47. И сказал мне Господь, сын человеческий, прилагай сердце твое ко всему, и смотри глазами твоими, и слушай ушами твоими все, что я говорю тебе о всех постановлениях дома Господа и всех законах его, и прилагай сердце твое ко входу в храм и ко всем выходам из святилища. 48. И скажи мятежному дому Израилеву, так говорит Господь Бог, довольна вам, дом Израилев, делать все мерзости ваши, вводить сынов чужой необрезанных сердцем и необрезанных плотью, чтобы они были в моем святилище и оскверняли храм мой, подносить хлеб мой, туг и кровь, и разрушать завет мой всякими мерзостями вашими. 49. Вы не исполняли стражи у святынь моих, а ставили вместо себя для их стражи, вместо себя их для стражи в моем святилище. 50. Так, говорит Господь Бог, никакой сын чужой, необрезанный сердцем и необрезанной плотью, не должен входить во святилище мое, даже и тот сын чужой, который живет среди сынов Израиля. 51. Равно и левиты, которые удалились от меня во время отступничества Израилева, которые, оставивши меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. 52. Они будут служить во святилище моем, как сторожа у ворот храма и прислужники у храма. 53. Они будут заколать для народа всесожжение и другие жертвы, и будут стоять перед ними для служения им. 54. За то, что они служили им перед идолами их, и были для дома Израилева соблазном к нечестию, я поднял на них руку мою, говорит Господь Бог, и они понесут наказание за вину свою. 55. Они не будут приближаться ко мне, чтобы священно действовать передо мною и приступать ко всем святыням моим, к святому святых, но будут нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали. 56. Сделай их стражами храма для всех служб его и для всего, что производится в нем. 57. А священники из колена Левиина, сына Садока, которые во время отступления снов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего, те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне туг и кровь, говорит Господь Бог. 58. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою. 59. Когда придут к воротам внутреннего двора, тогда оденутся в одежды льняные, а шерстяное не должно быть на них во время служения их в воротах внутреннего двора и внутри храма. 60. У вясла на головах их должны быть также льняные, и исподняя одежда на чреслах их должна быть также льняная. 61. В поту они не должны опоясываться. 62. А когда надобно будет выйти на внешний двор, на внешний двор к народу, тогда они должны будут снять одежды свои, в которых они служили, и оставить их в священных комнатах, и одеться в другие одежды, чтобы священными, 63. И головы свои они не должны брить, и не должны отпускать волос, а пусть непременно стригут головы свои. 64. И вина не должны пить ни один священник, когда идет во внутренний двор. 65. Ни вдовы, ни разведенные с мужем, они не должны брать себе в жены, а только могут брать себе девиц из племени Дома Израилева и вдову, оставшуюся вдовою от священника. 65. Они должны учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто. 66. При спорных делах они должны присутствовать в суде, и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои и постановления мои о всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. 66. К мертвому человеку никто из них не должен подходить, чтобы не сделаться нечистым, только ради отца и матери, ради сына и дочери, брата и сестры, которая не была замужем, можно им сделать себя нечистыми. 67. По очищении же такого еще семь дней надлежит отсчитать ему. 68. И в тот день, когда ему надобно будет приступать ко святыне во внутреннем дворе, чтобы служить при святыне, он должен принести жертву за грех, говорит Господь Бог. 69. А что до удела их, то я их удел, и владения не давайте им в Израиле, я их владения. 70. Они будут есть от хлебного приношения, от жертвы за грех и жертвы за преступления, и все заклятое у Израиля им же принадлежит. 71. И начатки всех плодов ваших и всякого рода приношения, из чего не состояли бы приношения ваши, принадлежат священникам. 72. И начатки молотова вами отдавайте священнику, чтобы над домом твоим почивало благословение. 73. Никакой мертвичины и ничего растерзанного зверем ни из птицы, ни из скота не должны есть священники. 73. Игорь Негода.